Всем привет! Добро пожаловать на канал Мадам Бложкина. Спонтанное видео. Отвечу сразу на вопрос моей подписчицы по поводу моего собеседования в Икее, потому что, если я сейчас не отвечу, боюсь, что я потом либо забуду, либо у меня снова, как это обычно бывает, у меня уже трое детей, я просто не найду время, чтобы ответить на этот вопрос. Поэтому я не готовилась, я сейчас буду рассказывать то, что я вспоминаю. Если получится не очень там последовательно, уж простите. Вопрос звучал так. Было ли одно у меня собеседование в Икее, и сложно ли было мне пройти собеседование с моим уровнем, как я понимаю, французского. На тот момент у меня был уровень французского, это было два года назад, уверенный А2. Сейчас он у меня немножко выше, потому что я продолжаю учить французский, в специальную школу хожу. Тогда я проходила, если я сейчас постараюсь вспомнить, подала я свое резюме, причем резюме же там не просто относится в Икее, хотя можно как один из опций просто отнести. Но чаще всего заходят люди во Франции, по крайней мере, заходят люди на сайт Икее, делают свой эспас, свое... как это называется? Ну, в общем, свое место, да, регистрируются на сайте Икее, создают свой аккаунт, там вывешивают свое резюме, также добавляют letter de motivation и ждут, пока им напишут потенциально, напишут из Икее. Я это отправляла два раза. Один раз в феврале, второй раз в марте, потому что я очень хотела, почему-то у меня поставилась цель, вот, я хочу работать в Икее и все. Позвонили мне в начале мая, первый раз, то есть спустя, по сути, два месяца. Позвонили, спросили, готова ли я еще, ищу ли я работу, я сказала, что да, ищу. У нас вот на данный момент открываются вакансии на лето, если вы хотите поработать в период летних каникул, потому что постоянные клиенты, постоянные работники Икее берут отпуск, и очень часто, допустим, когда я подписывала контракт, я подписывала контракт на 12 человек, то есть я заменяла, по сути, 12 постоянных работников Икее. У меня был контракт с ЭДД, это временный контракт. Мне сказали, что на лето вы готовы, мне как раз на лето очень подходило, как раз по графику я еще успела съездить, отдохнуть на море, там, до 17 июля, и 21 я уже вышла в Икее. В первый раз я пришла, конечно же, я очень так, ну, вообще по жизни нужно быть, да, немножко хитреньким. Прежде чем прийти на собеседование, я почитала, я подготовилась, и это советую всем, неважно, вы устраиваетесь в Икее или нет, это очень важно, почитать ценности компании, зайти на сайт потенциального вашего места, куда вы хотите устроиться, почитать о ценности компании, о том, к чему они стремятся, что они гарантируют, и что они хотят дать своим, не только клиентам, но и своим работникам, да, своей компании. Я прочитала о ценностях, составила себе план, что я могу сказать. Конечно же, я отрепетировала этот текст дома с мужем, проговорила несколько раз. Я не могу сказать, что я говорила без ошибок, я точно ошибалась на собеседовании, потому что когда меня собеседовала девочка, которая на тот момент, кстати, она сказала, тогда она пришла, ей было 27 лет, на тот момент, когда она устраивалась, ей было 21, она пришла обычно продавцом, и потом постепенно-постепенно в Икее, внутри компании росла, до сейчас она, я уже, по-моему, рассказывала об устройстве, в тему об устройстве в Икею, она выросла, в общем, внутри компании. Пришла я к концу мая на собеседование, меня, конечно же, приняли хорошо, у них все-все-все полностью, даже вот отдел по HR, по Human Resources, у них очень теплая атмосфера повсюду, потому что Икея, как вы знаете, это магазин мебели, и все очень тепленько по-домашнему. Мне предложили чай, кофе, если я что-то хочу, в общем, меня собеседовали в очень дружелюбной, теплой атмосфере. Задавала первые вопросы, одно из, как я уже говорила, это важно, она спросила, почему я именно хочу устроиться в Икею. И тут я начала рассказывать о том, что мои ценности совпадают с ценностями Икеи, о том, что я понимаю, что внутри компании можно расти, и я человек динамичный, я человек открытый, я общительная с клиентами, вообще я люблю людей по своей сути, и я хочу работать в дружной компании, я люблю работать в дружной компании. В общем, все, что они вот описывают, когда вы читаете, допустим, определенную, да, вакансию определенную, там описывается потенциальный вот кандидат. И вы можете вычитать, помимо того, что на сайте компании вы ищете их ценности, вы еще можете вычитать то, что по сути требуется, да, какого человека эта компания ищет. Но это все, как бы это все прошло. Почему еще? Она меня спросила, почему в Икею именно, я говорю, потому что вот можно было этого не говорить, но в том числе я сказала, что я слышала, что к вам сложно устроиться на работу, потому что у вас сложный отбор, но я понимаю, что благодаря тому сложному отбору своих клиентов у вас также, ну, в общем, немножко подмазалось. Я сказала, что у вас хорошие сервисы, я это чувствую. Она меня спросила, когда в последний раз вы что-то покупали в Икеи. Как раз 4 дня назад мы купили с мужем ковер, потом мы его сдали, но она в системе это не видела. Понятно, он не проверяла. И я сказала, что покупала ковер, мне очень нравится сервис, да, ла, ла. Ну, первое собеседование, у меня их было всего 2 собеседования. Первое собеседование, если честно, после того, как я вышла, я подумала, что я туда не попаду, потому что я так начала в каких-то моментах тупить по французскому, потому что я подготовила свой текст, а тут она задает мне что-то другое. И причем они задают вопросы такие, они не просто говорят, расскажите о себе, какой вы классный, они еще говорят, расскажите о своих отрицательных качествах. И здесь нужно тоже уметь схитрить. Здесь можно назвать отрицательные качества, которые так же можно толковать, как и положительные качества. Допустим, упрямость, упрямство, да. Тоже спросили одно из ваших качеств. Я сказала, что я упрямая. А в каких случаях упрямая? Так-то, так-то, так-то. Вот по своим ценностям. Я еще такой очень эко-защитник. Я сказала, что я люблю защищать окружающую среду, я экономлю дома воду, я экономлю дома электричество. А если ваш начальник попросит, вас что-то сделаешь, то суперэйчите, я уже по-украински, это у меня уже языки просто перемешаны, я только что разговаривала по-украински с подругой, которая, в общем, противоречит вашим, вашим ценностям. Как вы себя поведете? И здесь в этих случаях тоже нельзя отвечать, прямо ни в коем случае. Здесь нужно уходить от прямых ответов и все-таки быть очень сообразительным, хитрить в какой-то момент, отвечать, чтобы это толковалось с двух сторон.